83-летняя пенсионерка стала жертвой ограбления. Столь дерзкое преступление было совершено средь бела дня в Медеутском районе Алматы. Бабушка спускалась домой по проспекту Достык. Передобая ее настигла незнакомка. Она шла сзади, потом обогнала. Подошли вот туда, она меня по голове, как даст, я упала. И она начала пинать меня, сумку отбирать, сумка висела вот так. Сумку рвет, рвет, а сама ногами меня по голове бьет. Я чувствую, что сейчас голову совсем разобьет. Бросила тут держать сумку, она рванула и побежала. Я соскочила стала кричать, помогите, помогите, сумка там, ключи от квартиры. Там дети, говорю, помогите, помогите, откройте это, задержите. Никто. На крики престарелой женщины все же откликнулись. Неизвестный мужчина, узнав у нее, что случилось, бросился за подозреваемой вдогонку. Грабительница была задержана уже полицейским экипажем. Именно так подозреваемая объясняет причину своего опрометчивого поступка, которая едва не стоила бабушке жизни. 10 тысяч тенге, документы и ключи от квартиры – это все, что хранилось в сумочке пенсионерки. Но, судя по всему, возраст пожилого человека и его здоровье мало интересовали налетчицу, которая, преследуя цель легкой наживы, посигнула на скромное имущество беззащитного человека. Теперь женщину ожидает расследование и суд. Эта жительница Турксибского района Алматы пострадала от рук телефонных мошенников, которые, оперируя тем, что являются сотрудниками полиции и, дескать, готовы помочь в разрешении проблемы, якобы возникшей у ее внука, требовали крупную сумму денег. По уже известному обществу сценарию, женщина распрощалась со своими личными сбережениями по размере 700 тысяч тенге. Ваш внук шел с другом, типа Руслана, и он его, балуясь, столкнул его, и тот ударился головой об бордюр. Сейчас он в тяжелом состоянии, его друг, лежит в больнице, в коме. Родители просят, чтобы я отдала деньги ему на операцию срочно. Стали звонить на телефон постоянно, не отрываясь. Именно на моральную растерянность потенциальной жертвы и рассчитывали злоумышленники, постоянно названивая ей. Как правило, в этой суматохе никто из обманутых людей не догадывался позвонить родственнику, о котором шла речь в разговоре с лжеполицейским, и убедиться, все ли с ним в порядке. А ваш внук не находился в это время? В восстании. Он должен был приехать. О том, что стала жертвой четко спланированного обмана, женщина поняла после того, как передала в условленный час приехавшему к ней дому незнакомцу конверс с деньгами. Его приметы потерпевшая запомнила отчетливо и опознала уже в полиции, пересматривая картотеку ранее привлекавшихся к уголовной ответственности лиц. Он подумал, что я на него не обратила внимания. Я боковым зрением посмотрела и так. У меня очень хорошая зрительная память. Мошенника полицейские вычислили оперативным путём. Им оказался торговый представитель одной из компаний по реализации продуктов питания. Мужчина полностью сознался в содеянном, уверяя, что пошёл на преступление впервые и от безысходности. Правда, оперативные позиции сыщиков указывают на серийность преступного промысла фигуранта, который, скорее всего, действовал не один. Я полностью раскаиваюсь, полностью признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном. На тот момент у меня был вопрос, как прокормить своих родных. И снова в преступлениях имущественного характера фигурируют платёжные терминалы. На этот раз лоумышленники посягнули на аппарат, установленный в одном из продуктовых магазинов в микрорайоне «Оксай». Двери в круглосуточную торговую лавку открыты всегда. Этим и воспользовались молочики, пойдя на преступление в половине первого ночи. Продавец, отреагировав на шум, спугнула воров, которые уже готовы были грузить терминал в припаркованное неподалёку авто. Мешательство свидетеля явно не входило в планы фигурантов. Они, бросив платёжный аппарат и свой автомобиль, скрылись с места преступления в пешем порядке. Все вышеуказанные вещественные доказательства уже обследованы криминалистами из следственной оперативной группы УВД Ауэзовского района. А пока в криминальной полиции РУВД заверили, что поимка подозреваемых – дело времени. В начале 11-го ночи минувшей субботы под колёсами автомашины «Фольксвагенгольф» погиб 38-летний житель Алматинской области. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Также из материалов уголовного дела, возбуждённого по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, следует, что иномарка двигалась по проспекту Рыскулова в южном направлении, а пешеход переходил дорогу на запад. Мужчина от открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте ДТП. А тем временем стало известно, что водитель «Фольксвагена» управлял транспортным средством, будучи в состоянии наркотического опьянения. Ему 29 лет. Он является гражданином Республики Афганистан. В начале 12-го ночи в полицию обратился местный житель и сообщил об ограблении. В то же время абонент информировал оператора 102 о том, что грабителя знает хорошо. Мы пили вместе, начинали пить вместе. Потом он меня поднял, деньги дал мне. Тинэши на кон. Говорит, давай в карты будем играть. Давай. И они толпой сидят и меня обыгрывают. Постанова там. Я проигрываю. Теперь давай, иди рожай. 600 тенге какие-то. Я говорю, ты, ну пойду, найду сейчас эти 600 тенге, домой пойду, в край там, мамы попрошу. Ни хуй сотку оставь и пойди. Я говорю, нет, так не пойдет. Ни хуй я, в наглую меня. Впрочем, подозреваемый все еще находился в той злополучной квартире, где и произошло преступление. На им было задержано гражданин азиатской внешности лет 20-25. У него при наружном досмотре, слева в кармане, был обнаружен сотовый телефон у заявителя. Заявитель, данный заявитель указал свой сотовый телефон, я прямо опознал. Вещественное доказательство. Мобильный телефон следственная оперативная группа изъяла и приобщила к уголовному делу, возбужденному в Алмалинском РУВД по факту грабежа. Между тем, стало известно, что об особенностях расследования задержанные знают не понаслышке. Несколько лет назад за аналогичное преступление его осудили условно. Правда, эта судимость еще не погашена. Низкая водительская культура двух автолюбителей закончилась хулиганством. Не поделив дорогу на углу улица Уйзовой Жандосова, мужчины принялись выяснять отношения. В качестве решающего аргумента один из них применил газовый баллончик. Приметы на автомашину подозреваемого прозвучали по полицейскому радиоэфиру. Спустя несколько кварталов искомое транспортное средство было задержано нарядом дорожно-патрульной полиции «Буран-40». Данную автомашину в ходе прочёски мы задержали по улице Жандосова, не доезжая к Жароково. После чего приостановление данные водителя автомашины не предъявлял документы на законные требования сотрудника полиции. Водитель внедорожника уверяет, что оборонялся и защищал свою семью. Я его нечаянно подрезал на дороге. Водитель «Тойоты Камри» бригадой скорой медицинской помощи для обследования был доставлен в больницу. А тем временем в полиции уже приступили к разбирательству инцидента. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренней дела Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 108 преступлений и происшествий. 56 из них раскрыты по горячим следам. В том числе одно убийство, три изнасилования, шесть грабежей, 57 краж чужого имущества, 19 хулиганств. Зарегистрированы 26 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли, 31 травмирован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова